Дорогие, дорогие батюшки, дорогие братья и сестры, всех вас с радостью поздравляю с праздником, духовным праздником, праздником Варши, Великим Постом. Потому что мы знаем, что когда можно все есть подряд, есть пить и веселиться, то это праздник до тела. А когда можно побольше помолиться, побольше вникать в себе, каяться, смиряться, терпеть, читать духовную литературу, вместе собираться в храмах, то это, конечно, праздник души. Поэтому для нас, конечно, искорбно довольно, тело в ужасе, душа трепещет, но духовная, высшая часть души, разум, радуется. Потому что, наконец-то, это бремя плоти немножко от нас отвалится, немножко мы вздохнем, там, и похудеем, как говорится, и вот это плотомудрие, плотомыслие, плотолюбие, оно от нас немножечко отстанет. Потому что все мы очень, вот оба преклонны к всему такому земному, бременному, как там какой-то в советском фильме был такой, это веселая планета, инопланетяне пролетели, говорят, хочется чего-нибудь такого земного. И поэтому они с неба прилетели. А мы, вот христиане, хочется такого небесного, в царство небесное попасть. Земного уже наелись, насытились. Ну вот, поэтому здесь надо сказать, что мы начинаем Великий пост, позавчера был день воскресный, он назывался в народе прощенным воскресеньем, а, конечно, правильное название воскресенье, когда вспоминается падение Адама, первого человека. Вот Адам пал, совершил тяжкий грех, и после него все человечество попало под пету греха, было изгнано из рая, Адам с Евой изгнанно, они рожали детей, внуков, правнуков. И вот мы до нашего времени, но уже не в раю, а уже на земле, уже не с Богом, а уже, так скажем, вдали от Бога, и чтобы достигнуть Бога, нам надо много потрудиться. А мы же, мы тоже грешим, братья и сестры, и обижаем Бога, согрешая, и обижаем друг друга, родных, блестих, ну и других, внешних. И бывает, мы даже в церкви друг друга как-то чем-то обижаем. И поэтому такой Господь дал чин прощения, прощенное воскресенье, когда мы знаем, что Адам-то пришел простить, ну, Адам-то пришел на землю, Господь его сотворил для радости, чтобы он возделывал рай, питался древом жизни, плодами древа жизни, но не вкушало древо познания добра и зла, он вкусил, и тем самым Господь обещал и исполнил, лишил его рая, божественного. И вот мы наследники этого греха, прародительский грех называется, при крещении он прощается, но надо много потрудиться. И вот пришел новый Адам, человек, Бога-человек, Иисус Христос, чтобы искупить грехи Адама и все наши грехи. И мы, просил нам эти все грехи, но нам надо потрудиться, веровать в Бога, хранить в храм, знать заповеди Божии наизусть, молитву, чинаж, богородица, другие молитвы, друг другу прощать. Как говорится, Бог сказал, что если вы будете прощать, то и я вам буду прощать. Блаженно милостивые, потому что те помилованы будут. Поэтому надо благодарить Бога за все, терпеть всякие скорби, обиды, искушения и так далее. Жить по заповедям Божьим, читать Евангелие побольше, святых отцов, подражать святым, ходить в храм побольше, молиться, поститься, причащаться. То есть Господь все равно дал для спасения. Нам нужно много, конечно, потрудиться, а мы часто ленимся. И вот лень тоже – это один из больших грехов. Еще Господь дал нам возможность с Ним примириться, в данном покаянии. Это такая великая, дивная сила, когда мы осознаем свой грех, когда мы, мы же все согрешаем, маленькие ребята, дети не слушаются родителей, обижают друг друга. Это Богу неприятно и друг другу неприятно. Поэтому надо и с Богом примиряться, и друг с другом примиряться. Мы, взрослые, тоже как маленькие, нарушаем заповеди, увлекаемся чем-то, плохо постимся, плохо молимся. И, соответственно, враг нас подтачивает, искушает, соблазняет, и мы тоже впадаем в грехи. Поэтому нам надо обязательно примириться с Богом. Это главная наша задача – попросить у Него прощения. И Господь рад бы нас простить, но нам вот так вот простит, а мы опять на свое. Поэтому надо, бывает, нас в болезни поддержать, в скорби. И тогда мы уже более благодарны будем, более, так скажем, стараться будем не сразу возвращаться к греху, а бояться возвращаться. То есть у нас будет страх Божий, страх наказания. А там, глядишь, уже появится другой, такой страх пропадет, появится страх обидеть своего небесного Отца или родного Отца, там, близкого. Это более высокий страх. Так вот, братья и сестры, мы часто обижаем друг друга. Вот я хотел, пользуясь случаем, я не был у вас на прощенном воскресенье, была у вас тоже, братушка? Да. И вы просили, и батюшка просил у вас прощения, вы у меня просили друг у друга. Я вот не был, но прошло все пару дней, и в пользу случаем хочу попросить у вас всех прощения. Простите меня, дорогие отцы, братья и сестры. А еще кого обидел, согрешил пред вами, пред Богом, конечно, делом слово помышления, все меня не чувствовали. Бог, что, в случае, ты еще ищешь. Бог, благодать, ищи гротами, человеку любви, мы просили, помиловали всех вас. Батюшка вас благословил на пост, я тоже пользуюсь уже архиерейским удостовением, тоже вас с радостью благословляю. Божьей помощью вам держать пост, хранить чистоту мысли. Мы знаем, что пост, это, конечно же, и телесное выдержание, но и духовное, что-то даже важнее. Потому что, конечно, духовно мы должны и так воздерживаться всегда, но в пост надо переосмыслить все, надо как-то углубиться в свою душу, в свои движения, в свои порывы, в свои немощи и найти силу, опереться, как, знаете, когда человек прыгает на землю, толкается и поднимает, так же на дно, опускаясь, раз на дно нащупал, толкнулся и опять всплыл. Так вот и нам надо опереться на камень, на камень веры Христа. То есть, когда мы соблюдаем заповеди, то нам Господь дает силу. Когда мы ходим в храм, нам Господь дает благодать. И часто мы стоим на суде, плохо понимаем, тот плохо читает, поет, чтец, там батюшку не слышно за большим иконостасом, то у нас чуть-чуть уши плохо прочищены, но, понимаете, даже мы текст плохо понимаем, а текст бывает сложный, такой возвышенный, а мы, мол, плохо грамотно, что-то не понимаем. Но бесы зато понимают и бегут. Весы все понимают. И им страшно, когда мы с Богом вместе, когда мы друг с другом вместе. Тогда врагов рода человеческого, саданей, дьяволу, там, этим бесам, чертям, им очень тяжело, и они бегут от нас. Они стрелы бросают, конечно, но мы с Богом сильны. Поэтому святые говорят, надо соборной молитвы самое лучшее. Ну и домашние молитвы, когда семью вместе помолиться очень хорошо. Родители детей собирают, молятся утром, вечером там. Потом есть молитва частная, то есть, когда человек сам в себе молится. Вот, допустим, куда бы он ни шел, что бы он ни делал, надо всегда молиться «Господи, Иисусе Христов, и Синий Божий, помилуй негрешного». Вот сегодня, братья и сестры, мы совершаем второй день чтения благодатного канона, великого канона, преподобного Андрея, епископа, пастора Иклицкого. Этот дирный канон читается четыре дня. Вчера читался, у вас читался, дарюшка, да? У вас читался вчера, сегодня читается, завтра и послезавтра. У нас в соборе, по крайней мере, и так. И этот канон очень замечательный, он великий и по размеру, то есть, очень большой, длинный канон, и по своему духовному содержанию. В нем ключ, такой вот ключик, открываешь, и там попадаешь во что-то более высокое. Так вот, там ключ к разумению Священного Писания. И не только, то есть, там идет такое, знаете, не внешнее, есть, знаете, несколько уровней, уровней понимания и жизни, и Священного Писания. Читаешь, и вроде все понятно. Даже бывает не сразу все, потом потихонечку разбираешься с событиями, с мероприятиями, которые там были, с действиями, с личностями, с грехами, с пороками, с добродетелями. Но мы видим внешнюю сторону, а есть внутренняя сторона, сторона духовная, нравственная, назидательная. И вот этот ключ к разумению Священного Писания дает нам преподобный Андрей, пастырь Крийский. Но дает, как бы сказать, и он дает благодать Духа Святаго через церковь, через своего пастыря. И мы читаем канон, может быть, маленьким ребятам пока не сразу понятно, да и взрослым далеко не все понятно, но когда мы читаем Библию, Ветхий Завет, Новый Завет, и читаем толкование, и через вот этот вот божественный канон нам открывается каждый раз новой и новой приоткрываются божественные истины. Но главное, что нам открывается то покаяние, с которым преподобный Андрей читает с покаянием о своей душе, смотрит на примеры древних отцов и видит, как они согрешали, как бы говорит нам, лучше учиться не на своих ошибках, а на чужих ошибках, вот этих вот грешников, которые жили в Ветхом и Новом Завете. Или смотрит на праведников и говорит, что может тебе не хочется и неприятно, обращаясь к нам, он говорит, смотрите, как они хорошо жили, и им было хорошо, и Бог был с ними, и благодать Божия была с ними. Поэтому надо обязательно знать историю, историю своей страны, историю семьи своей, хорошо бы знать, историю, конечно, России, и историю человечества, церкви Христовой, церкви Ветхозаветной, церкви Новозаветной. Когда мы изучаем историю, мы видим много добрых примеров, получаем уроки истории. Вот мы в школу ходим, получаем уроки физики, химии, какой-то истории текущей, а здесь духовная история, духовные события. Поэтому надо, дорогие братья и сестры, особенно вам, дорогие детки, надо изучать хорошо события, истории и делать правильные выводы. Когда мы наберем все мудрости из Божественного Писания, прежде всего, и школы, из жизненного опыта, семейного в том числе, то нам потом не страшны искушения. Мы укрепляемся в вере, как вот дерево, знаете, стоит тоненький, зелененький, как говорится, стволик, качается в любую сторону, сломать может кто-то, ставит палочку, чтобы она никак не шаталась. А потом, когда укрепляется, его уже трудно сдвинуть, оно же крепкое. Так как человек, пока молодой, его легко соблазнить, куда-то увлечь. Когда же он становится взрослым, он уже становится стойким ко всяким искушениям. Поэтому мы вот эти дни мы читаем этот благодатный канон, получаем благодать Божию, получаем духовное, таинственное освящение сердец и умов наших и силы внести подвиг поста, молитвы и любви к ближнему, потому что это главное, достигнуть любви к Богу и к ближнему. Дай Бог, чтобы здесь, как говорится, отец Андрей Павлович послужил. Вы рады, хорошие вам священники? Да. Другие священники были неплохие, но отец Андрей старается, видите, у него и родственники, и супруга, и детей много, всего, ну, как говорится, два-три, его и троида помогают. Уже два старших сына священниками стали, слава Богу. Вот, но он так доброе сердце имеет, родеет, и детьми возится, и привлекает, и сейчас вот надо помолиться вам всем приходом, да не ленитесь, чтобы далее уже нам глава района, дал добро, чтобы нам в доме офицеров воскресную школу везти, у каких-то, то, там, директор заболеет, то батюшка приболеет с матушкой, там, то такая сильница серьезная, но думаю, давайте помолитесь, может, нас встретит. как же, это не помолишь, а потом, как же, баба,